Друзья мои, всем привет! Никогда так не делала, но сейчас снимаю начало видео после того, как я отсняла уже вам все видео, которое вы увидите дальше. Просто потому, что хочу поделиться эмоциями и настроением, которое у меня после съемок. Сегодня вы посмотрите обзор на товары из магазина Ларедут, которые ко мне приехали. Как вы знаете, Ларедут это один из самых моих любимых магазинов, я очень сильно его люблю, я дружу с ним. И именно там мы находим уникальные, классные предметы для интерьеров на свои объекты. Обзор получился очень летним, хотя делала я заказ весной, и как-то я не подбирала вещи друг к другу, но, видимо, такое было настроение, что сегодня я сделала распаковку, и все как-то настолько спелось, как будто, знаете, все вещи эти брать и класть на летнюю веранду в загородный дом. Как-то вот такое настроение получилось у этого обзора. Все ссылки на товары, которые я сегодня вам покажу, как всегда, будут в описании под этим видео, а также там вы найдете код на скидку в мой любимый магазин Ларедут. И, друзья мои, перед началом этого видео я хотела бы вас попросить смотреть мои видео с VPN, потому что, оказывается, все-таки YouTube-блогерам платят YouTube деньги за монетизацию. Но при условии, если вы меня смотрите с VPN, и если вы смотрите всю рекламу, которая показывается в моих видео. Ах да, я не представилась для тех, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Вика, я дизайнер интерьеров и декоратор, и это канал об эстетике каждого дня, об интерьерах, об уютном доме, о красоте, которая нас окружает. Тут я вдохновляю, обучаю и показываю красоту. Вот теперь точно погнали! Так, как вы понимаете, помощница моя уже сидит на месте и ждет, когда же мы будем что-нибудь красивое с ней распаковывать, а будем уже совсем скоро. Вот такой вот мешочек приехал, а то, что крупногабаритный, уже стоит, попозже вам сниму. Да, Дарсон, там наверняка нет никаких не игрушечек новых, там скорее какие-то мои игрушечки. Нет, нет, твои в комнатке лежат. Так, давайте скорее достанем ковер. Он тот самый большой и громоздкий. Ковер я вообще заказала и сюда, и посмотрим, как он будет в эксплуатации, но хочу его в свой будущий кабинет. Потому что кабинет мой будет на первом этаже. Мы пока что не решили, что будет по напольному покрытию у нас. Но я подозреваю, что у нас там будет просто наливной окрашенный пол, потому что мы будем все-таки такой придерживаться эклектики, но ближе к лофту. Я бы его там себе положила прямо под рабочий стол. А здесь мне нужен ковер около кресла, тоже на кухне, в этой же комнатке. У нас, собственно, тут только две комнатки кухни и спальня. Он мне здесь нужен на нашей кухне в зоне кресла, потому что у нас здесь хоть и маленькая кухня, но это все равно наша такая кухня-гостиная, где мы проводим время. И около кресла нужен ковер, потому что здесь лежит плитка и супер холодно ногам, а я не любитель ходить в тапочках. И плюс около кресла я медитирую, поэтому мне было бы приятнее сидеть на ковре. В ларедут упакованы, как всегда, все идеально. Вот вы знаете, как-то хочется эффектно его раскрыть, но комната наша настолько мала, что не получается это сделать красиво. Ковер шерстяной. Конечно, если у вас есть дома домашние животные, у которых морковка в ногах застряла, почему у тебя тут морковочка застряла, то они могут странно немножко реагировать на шерсть. Вообще, Дарси никогда ничего дома не вандалит, поэтому я думаю, что просто это новый запах, сейчас она к нему попривыкнет и будет на нем спокойно совершенно лежать. Ой, какой мягонький! Класс! Очень мягкий, кайфовый. Слушайте, ну сами видите, помещение маленькое, я выкручиваюсь по съемке прям вот как могу максимально. В общем, ковер, шерсть. Очень мягкий, не колючий. Очень мне сильно нравится то, что есть этот вот рисунок, он объемный, вот видите, насколько он объемный. Вот. Причем вот этот вот рисунок, он мягче, чем основное полотно. Ковры Ларедут я тоже сильно люблю, и они тоже у меня были на объектах уже много где, потому что там на ковры не супер большие цены, там есть натуральный материал, есть синтетика, все, что пожелаете. На любой вкус, цвет и кошелек, кстати, там очень много детских вариантов ковров. Вот детские комнаты, мы ковры оттуда брали, и это всегда было прям самое сердечко. Здравствуйте, вы куда держите путь? На коврик посмотреть? Пожалуйста, проходи, проходи на коврик, проходи. Ууу, теперь можно тут собачку потерять. Собачка теперь совсем не видна у нас, абсолютно. Дарсон, ну я хочу тебе сказать, что тебе коврик очень сильно идет. Ложись, бежать. Ай, бравушки. Слушайте, ну положила я его вот так вот, чтобы он не заходил под кресло, мне нравится, потому что как раз это зона, где я не готовлю. Стол пока что я поставила так, и как будто бы так, а не по центру комнаты, даже прям больше мест. Мы все равно с Ваней вдвоем каждый день сидим, ужинаем, а когда к нам приходят друзья, мы можем также его выставлять на центр, как он и стоял. По-моему, прям так супер комфортно, и разделение зон идет. И так, следующее, что мы с вами смотрим, это подушки, подушки, которые не самостоятельные элементы, а подушки для красивых чехлов. Так, ну и, собственно, красивые чехлы. Я никогда, Слэри Дуд, не заказывала подушки, которые нужны как наполнители для красивых чехлов. И я хотела протестировать, насколько тут они плотные. Подушки эти обычно стоят не таких больших денег, но, блин, лучше немножко заплатить побольше, но при этом, чтобы у тебя подушка была плотная и классная. Потому что декоративная подушка... Какая цель у любой красивой декоративной подушки, которая лежит у вас на кресле или на диване? Она должна красиво там лежать, служить вам декором и держать форму. Если в чехле заключена подушка, в которой очень мало наполнителей и которая не держит форму, которая не такая вот плотная и жесткая, то смысла в этом декоре просто нет. Он у вас просто некрасиво лежит такой сопелькой на диване. В Редуд заказываю их первый раз, и мне очень сильно нравится то, что они прям реально такие прям плотные. У меня тут на разные размеры, потому что я заказала разные чехлы. И, соответственно, давайте с вами, наверное, раскрывать будем чехлы. Ммм, какой красивый, с вышивкой. Сильно похож на ковер, который я заказала, что я могу сказать. Это хлопок 50 на 30. Причем такой, видите, сжатый хлопок. Я люблю вещи, которые намекают на то, что мы очень самобытные, нас не нужно разглаживать, гладить. Мы и так сами по себе очень красивые, поэтому ничего с нами не делай. Ну, прям очень плотные. Прям здорово для интерьерных съемок. Замечательно. Да и, в принципе, вообще для интерьера. Подушки, которые жесткие, это прекрасно. Для чего еще такая нужна большая плотность подушки? Если вы берете декоративный чехол с каким-то рисунком или с вышивкой, вот как в моем случае, у вас рисунок и вышивка не будут так хорошо видны на подушке, которая очень тонкая. Так, чехол, который я ждала больше всех, потому что он меня на сайте просто покорил. Во-первых, я очень сильно люблю вот такой вот свет зеленый. Ну, прям люблю. Это такое болото для меня или оливка? Да, наверное, оливка больше, не болото. Это оливка. Но, та-да-да-дам! Посмотрите, какой тут вообще букет шикарный! И что-то вышито, а что-то напечатано. Я сильно очень люблю эти наволочки Слори Дур. Тоже их мы очень часто заказываем, очень часто используем. У меня их было много, и на объекты брали. Так, следующая подушка. Точнее, следующий чехол, который подходит к букету. Я хотела сделать очень летнее настроение и создать комбинацию из подушек, которые подошли бы на веранду. Но пока что они будут жить у меня своей прекрасной симфонией на Балийской тумбе, в нашей прихожей. Я люблю нестандартные решения, и я уже в той точке дизайна интерьеров, когда я не боюсь сочетать что-то цветочное, что-то полосатое. И я считаю, что геометрия, она дана в поддержку к цветам, к романтике, к красоте. То есть геометрию просто я не люблю. Цветы в классическом интерьере просто, вот где везде одни цветочки, я тоже не люблю. Но я очень сильно люблю миксовать, и я люблю эклектику. И когда рядом с такими цветами у нас врываются прекрасные полоски, очень летние, классных оттенков, это я люблю. И я, конечно, подбирала так, чтобы полосочки совпадали у нас с оттенками, которые есть на подушке. И я считаю, что они идеально поддерживают друг друга и задают суперлетнее настроение. И прям вот кинуть их на веранду, на плетеную ротанговую мебель или деревянную мебель. И чаек травяной заварить. И туда же вот такая вот подушка классная. Это одна была серия с этим букетом. И знаете, раньше я бы боялась бы такое использовать вместе, и я бы сказала, что перебор с принтами, несочетаемость. Но нет, сочетаемость еще какая, прям летняя симфония. Солнышко сквозь тучи пробивается. Лимоны, цветы, эти сочетания, это же настолько сильно про лето. Так красиво, невозможно. Даже съемная квартирка должна быть красивая. Потом это все переедет в такой же красивый домик. Ну чем вам не лето, вы посмотрите, какие оттенки. Все классно совпадает. И к ним, конечно же, в поддержку я брала вот эту вот подушку, чтобы не перегружать. Потому что рисунку уже никакого не хотелось, но хотелось оттенка похожего на фон. И пускай и есть у нас какой-то рисунок, но это уже не принт цветной, а это уже вышивка. И все это красиво у нас вместе смотрится. Обложила с прекрасными подушками, положу их на балийскую тумбу и вам покажу. Я в фотошопе прикладывала подушечки. То есть я уже увидела на сайте, что вот это, это и это будет сочетаться. И я решила себя проверить и в фотошопе сделала коллаж. Мы на моем курсе Уют-Уют учились с домовятами это делать перед покупкой, чтобы проверить себя, собирать все в коллаж, смотреть это в интерьере. Но я уже не смотрю в интерьере, я понимаю, что в интерьере это будет хорошо. Но иногда я себя проверяю именно коллажом на конкретные предметы, на их совместимость. Четвертый поток Уют-Уют уча будет в сентябре. Я сейчас снимаю модули, поэтому приходите, не пропустите информацию о курсе на сайте, в запрещенной сети, в телеграме, здесь, везде. Об этом, естественно, я оповещу. А на сайте сейчас можно оставить заявку, если вы хотите стать домовенком четвертого потока и прийти ко мне на курс по декорированию. Мой сайт будет также в описании под этим видео. Оттенок фоновый сочетается с этим оттенком, оттенки полосок сочетаются с оттенками рисунка, а у этого зеленого хоть нет такого компаньона, но их связывает вот эта вот зелень, вот зеленый оттенок и вот зеленые оттенки, которые их связывают. Так же, как и белые, как и желтые цвета, и получается очень красиво. Собачка, прыгай, прыгай на банкетку, фотографируйся, давай, фоткаться. Опа! Ай, бравушки! Молодец, запрыгнула, садись. Умничка! Ты моя симфония красоты. Супер, конечно, с тобой летний обзорчик получается. Так, у нас там есть еще что-то. Знаете, что многим брендам нужно поучиться упаковке у Лори Дуд. Я помню, сколько раз я принимала что-то хрупкое на объекты, и так это было бездарно запаковано. Но, ребят, таких проблем ни разу не было. Я хотела такие обычные классные миски для супа. Вы знаете, что я по деталям человек, который очень сильно запаривается. Я люблю готовить томатный суп с буратой или моцареллой, такой очень вкусный. Томатный суп, он красного цвета. У нас миски есть только розовые. Вот я знаю, что я сейчас скажу, а для зрителей моего канала это будет не странно. Мне не нравится, как томатный суп смотрится в розовых мисках. Да и вообще, в принципе, я считаю, что выбор посуды должен быть в доме, потому что разные сервировки, тарелок у меня много, приборов, как ни странно, у меня тоже много. А вот миски у меня были только розовые одни, стеклянные, конечно, красиво с золотой каемочкой. Но мне хотелось вот такие вот обычные, простые. И как же здорово они будут смотреться с деревом, с деревянными подносами, что-то такое вот очень домашнее. Спасибо большое, Лори Дуд, что вы не делаете здесь вот такие вот наклейки, которые черт потом отдерешь. Что случилось? Можно мы с тобой видео снимем и будем обниматься, целоваться? Нет, я понимаю, что это надо делать прямо сейчас. Это необходимость, я понимаю прекрасно. Да. Вообще-то красилась для этого видео. Так, полотенчики будем показывать? А мы с тобой еще мисочки. Смотри, какие мисочки. Вот у тебя розовые. Я тоже очень сильно люблю. А что за состояние, когда надо целоваться постоянно? Судак качественное, которое красиво смотрится в сервировке и идеального размера, подходящего для... Ну не бунтуй. Подходящего для салатов и для супов. Вот. Все, я рассказала про мисочки. Полотенца. Опять же, у меня тут не записалось видео, потому что оно, оказывается, выключилось. Я их уже распаковала. Целого, конечно, цвета без принта, но принт тут есть. А именно... Сейчас я не поняла. Кверх ногами? Да, кверх ногами. Тут птички с веточками изображены. Я думаю, что... Да, Дарсон, Патиссон. Что за бунт-то? Пушистых. Полотенца с кисточками. У нас с вами сегодня просто суперлетний обзор. Хлопок очень мягкий. Полотенца Сларедут я уже заказывала. Люблю их. Моему полотенцу первому, который я заказала Сларедут уже три года. Стирала, естественно, много-много раз. С ним все хорошо. Даже вам принесла его показать. Сейчас, как только собачка меня отпустит, я вам сразу же покажу это полотенчико. Я очень сильно люблю. Вот полотенце, которому уже три или четыре года. Это один из самых первых моих заказов с Сларедут. С ним все прекрасно. Тоже с кисточками классных оттенков. Чтобы вы понимали, это оно не застиранное. Оно просто цвета икрю. А это белый. Чисто белый полотенц. Такое прям холодного белого оттенка. Как снег. В горах где-нибудь. А не в Москве, конечно. Полотенца на Сларедут хорошего качества. Я их там сильно люблю. Поэтому брать можно. Не показала вам самое главное. То, что обещала. Крупногабаритное. Это изголовье для кровати. Ситуация какая? В эту квартирку маленькую изголовье вошло с трудом. Потому что кровать у нас метра восемьдесят. А изголовье получается два десяти или два двадцать. То есть там немножечко ушки должны выступать. Как бы за пределы кровати. И это изголовье было моей мечтой. Я в него влюбилась очень давно. И оно так же, как вот светильник когда-то с Сларедут, который я недавно заказывала. Только оно снова появится. Мне его нужно хватать брать. Потому что именно его я хочу видеть в нашей спальне. Потому что оно мне подходит по всем параметрам. Сейчас расскажу я про эти параметры. Вы знаете, что я дизайнер и декоратор, который очень сильно любит живые интерьеры, которые пригодны для жизни. Не которые для картинок просто там отфотографировали и как бы все, в них жить невозможно. А интерьеры, в которых хочется жить каждый день и которые удобны для твоей жизни. И так как я человек творческий, который постоянно в поиске разных идей, образов, который меняет декорации достаточно часто. Мне нужно было то изголовье, которое мне не наскучит. И все вот эти вот бархатные, модные, вылизанные изголовья, мне, честно говоря, они вот здесь вот сидят. Они мне очень сильно не нравятся. И я увидела на Ларедут несколько лет назад изголовье супер большое, мягкое, белое облачье, которое нужно облачить в чехол. И я поняла, что это идеальный для меня вариант. Потому что чехлов всевозможных, из разных тканей, можно нашить огромное количество. И таким образом можно шить, например, 4, допустим, чехла и менять под сезон. Сезон. Летний, весенний, осенний, зимний. Или просто под свое настроение разных их делать цветов, с кисточками, без кисточек. Как вы знаете, я рисую свои обои. В следующем влоге вы даже их увидите уже на стене. Потому что уже напечатаны мои обои и с ними все здорово. В общем, в следующем влоге, пожалуйста, приходите и посмотрите это. Естественно, свои паттерны я не хотела печатать только на обоях. Также это будут и ткани. На следующей неделе у меня приезжает первая цветопроба по ткани. Когда я увижу, как краска легла на ткань, которую вы сможете купить и шить из этой ткани шторы, покрывала, постельное белье, декоративные подушки, скатерти. Все, что вашей душе угодно, все, что вы захотите. И первое, что я сошью себе из своей ткани, это чехол для этого изголовья. Я решила, что отдельно я буду заказывать кровать, изголовье и шить чехол. Изголовье приехало, кровать заказывала в другом магазине, а чехол скоро мы сошьем. Поэтому пока что все это выглядит нелепо, тем более в очень маленькой комнатке. Но скоро все это соберется в одну единую композицию. Я обязательно покажу это в следующих видео, потому что будет это супер красиво. У меня по-другому быть не может. И, конечно, это большое изголовье-облачко для нашей спальни, которое будет большое и с вот такой вот крышей, коньком. Оно там будет круто смотреться. Так, погнали смотреть изголовье. Но мы с вами держим в голове, что это не окончательный вариант образа. Та-та-та-дам! Я вам говорила, что смотрится это пока что нелепо. Но это будет в чехле. Вот этой части будет не видно, потому что тут будет стоять кровать, на ней матрас. И как раз эта вот высота, она занимается. Изголовье стоит на полу, но вот эта часть под матрас и под кровать. Оно огромное, очень крутое, очень классное. И оно будет в чехле из моей ткани. Вот такая вот большая подуха у нас! Я очень сильно хотела именно такое изголовье, которое можно будет нарядить в супер красивую ткань. И главное, менять. Делать это по сезону, по настроению. Вот это идеальное изголовье для дизайнера-декоратора. Это, знаете, примерно, как я вам показывала масштаб торшера, который вот стоит сейчас у нас на кухне, и который как-то очень тяжело вписывается в эту маленькую квартирку. Вот так же сейчас и это изголовье. Но мы-то метим в будущее. Ну и, конечно, изголовье такое есть разных размеров, подходящее под вашу кровать. То есть это и метр шестьдесят, и метр сорок. Смотря какая у вас кровать, выбирайте параметры изголовья. После любой съемки долго очень нужно убегать. Иди сюда тоже сниматься. После любой съемки нужно очень долго убираться. Все раскладывать вот это вот по местам. Чем мы сейчас с Дарсией будем заниматься? Ну, видимо, кто сейчас будет просто лежать и балдеть, а я сейчас этим буду заниматься. Получился у нас с вами, мне кажется, суперлетний обзор, который вас вдохновит, зарядит. Какой-то положительной энергии. Я очень сильно бы этого хотела, чтобы вы улыбнулись. Всем большое спасибо за просмотр. Я уверена, что это летний обзор, где очень много милой собачки. Ты на микрофон свой лап поставила. Вы открыли что-то для себя новое на Ларедуте? Или нашли какие-то товары, которые я вам показала, и вам они тоже сильно понравились. И, возможно, вы именно это искали. Или задавались вопросом, а хорошее или полотенце на Ларедуте? А ковры? Полотенце хорошее, посуда хорошее, подушки хорошие, чехлы качественно сшиты. Катерти там тоже хорошие, приборы хорошие, да все хорошее. Ковры заказывала много раз на объекты. Вот первый раз заказала себе. Я полотенцами пользовалась Ларедут сама. Посуду вы знаете, сколько ее у меня именно оттуда, и я ее сильно люблю. Ссылки на все товары, которые я вам сегодня показала, будут в описании под этим видео. Не забывайте также, что там будет код на скидку. Все в описании под этим видео. Как и все контакты на моей соцсети там же. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем влоге, где я вам покажу свои обои уже на стене. Приходите всех, буду очень ждать. Продолжение следует...